На молодёжке и на игры, и уже засиделся на молодёжках и на играх, да? Мы, и не только для них, для нас всех, мы начинаем через воскресенье библейский курс «Основы христианской жизни». Он рассчитан где-то на 4 месяца. Это будет после служения, то есть с 11 до часа у нас служение, потом один час у нас общение, обед, и потом где-то с 2 до 3, до полчетвёртого максимум у нас будет вот этот курс. Поэтому вот особенно тем, кто принял недавно водное крещение, Оля, Ульяна, обязательно. Для тех, кто тоже никогда не учился, не проходил библейские какие-то курсы, курсы для начинающих, для будущих проповедников, очень важно, да? Потому что вот Геннадий в Духовной Академии в Стамбуле преподавал, ему говорят, да что ты переживаешь, ты же всё знаешь, да? Тем не менее, все ночи напролёт он готовился. Поэтому это очень важно повторять, да? Повторять даже то, что мы когда-то слышали, знали. Поэтому я предлагаю всем, у нас будет курс, потом такая краткая лекция, потом мы будем обсуждать, такое интерактивное общение у нас будет. Вот, потом мы начали с понедельника по пятницу, молитвенные полчаса с 7 до полвосьмого. Здесь мы молимся, ждём всех. Очень классно, время пролетает, особенно вот утром, да, с 7 утра, да, с 7 утра, а не вечером. Вот у нас Павел начал когда-то настольные игры, Павел, теперь вот каждое утро ты молишься за тех, кто приходит, но ещё не приняли Иисуса Христа. То есть у нас есть ответственность перед Богом за что-то. Но в первую очередь это время личного общения с Богом, налаживания наших взаимоотношений. Да, это наша ответственность перед Богом за людей, которых мы ведём, за наше какое-то служение. Вот, ну и вообще здесь классно. Мы потом выходим, там солнышко встаёт, свежий воздух. Ну здорово. Вот, поэтому, знаете, для начала, я понимаю, что всегда трудно первый раз что-то начать, поэтому поставьте себе хотя бы раз в неделю, я приеду в 7 утра на молитвенное служение, да. Нет, кроме субботы и воскресенья, пожалуйста. Да, хотя бы начните с одного, да. Один раз в неделю я приеду в 7 утра сюда на молитвенное служение. Можете по очереди, у кого там дети или график. А? Да, да. Вот, ещё одно объявление. Следующее воскресенье у нас будет праздник жатвы, поэтому, пожалуйста, приносите вкусняшки на стол. Кто принесёт что-то красивое, чтобы мы украсили, приходите пораньше. Вообще все приходите пораньше. Помощь нужна будет. Ещё что-то я пропустила, нет? Да. Вроде бы всё. Да, вот эти три момента. А, да, и у нас новые люди есть. Ребята, ребята, встаньте, пожалуйста. Представьтесь. Меня зовут Коля. Как? Коля. Коля, просто Коля. Как? Данил. Данил, Коля и Данил. Такие красивые, упитанные, молодцы. В самом расцвете сил. Вы откуда? Я с Украины. Кривой Рог. Кировоград. 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 Давайте мы поприветствуем Коля Данил. Спасибо.